Друзья, привет! Нет, сегодня у нас не вторая серия про доработки моей MX-5, хотя вы можете заметить, что подвеску я уже поставил. Мне осталось только чуть-чуть доснять некоторые моменты по тому, как она теперь едет, и я вам обязательно все расскажу. Сегодня же нас ждет не менее увлекательная история. Советский легковой автомобиль Lada знают во многих странах. Как вы можете понять по этой бейсболке, которую я надел неспроста? Это символ крупнейшего в Европе гиганта автомобилестроения. В этом году мы отмечаем 50-летний юбилей вот этого автомобиля, ВАЗ-2101. Точно единичка? Какая-то фантастика настоящая. Я вам такие Жигури хочу. Мы приехали сюда на бывший аэродром Быково. Сейчас же это место занимается тем, что здесь проводятся соревнования по драгу. Да, сегодня мы собираемся разгонять этот автомобиль. Нам все равно, что ему уже 50 лет, и надо относиться как к музейному экспонату. Мы, конечно, при всем уважении, но у нас сегодня очень интересная тема, потому что все эти три автомобиля очень разные, и они наверняка покажут совершенно отличные друг от друга результаты в этом разгоне. Чем же они отличаются? Ну, давайте по порядку. Как вы думаете, 1200 это много или мало? Ну, наверное, смотря в какой валюте. А если в кубических сантиметрах? Ведь самый первый мотор, ВАЗ-2101, его объем как раз 1200 кубических сантиметров, и я сейчас его покажу тем, кто забыл. Хотя, наверное, на этом канале вряд ли такие люди есть, но тем не менее. 64 лошадиные силы. Вот они все здесь. У этой машины небольшой пробег, и мне кажется, что ни одна лошадь отсюда еще не убежала. Контактная система зажигания. Ну, в общем, ничего нового я вам про это не расскажу. Но, друзья, из этого мотора, не прибегая ни к каким современным абсолютно методам, современным деталям, можно выжать гораздо больше. Вот этот автомобиль сегодня у нас отвечает за советский тюнинг. Да-да, друзья, такое тоже было. Ну, тогда он назывался просто автоспортом, ведь, по сути, у вас не было никаких деталей, не было клавт-турбо, когда вы могли купить, прийти какой-нибудь рычаг, какой-нибудь распредвал. Все нужно было доставать. И в этой машине все как раз из тех времен. Готовы к этому? Потому что сейчас вас ждет кое-что интересное. Подойдите поближе, еще поближе, на счет 3. И... Та-да-да-да! Что вы видите? Ничего, кроме огромного корпуса воздушного фильтра и двух карбюраторов DeLorte от Alfa Romeo 75. Да, если у вас в советское время была возможность выехать за границу или был знакомый, который бывал за границей, он вполне мог привезти эти детали к вам, в Москву, в Тольятти, куда угодно, может быть, даже в Горький. Посмотрите, здесь все сделано именно так, как вы бы это делали в Советском Союзе. Самодельные впускные коллектора, точнее, впускные патрубки. Они сделаны из такого гофроматериала. Корпус взят полностью от Alfa Romeo. Внутри фильтр нулевого сопротивления, все-таки на 2020-м, позвольте нам это отступление. Карбюраторы. Единственная деталь, которая здесь не из Советского Союза, это впускной коллектор. И знаете, что это значит, раз она не из Советского Союза, она полное говно. Увы. Пришлось ее серьезно запилить, чтобы эта деталь хоть как-то работала. Но почему-то те, кто его производит, а он стоит 7000 рублей, люди, вы за 7000 рублей продаете коллектор, у которого два мощных изгиба, и он абсолютно не работает. В итоге он практически сильно отпилен, и теперь все это нормально. Что мы можем сказать про этот двигатель? Низ стандартный 1200 с пробегом 300 тысяч километров. Но вот здесь, под этой клапанной крышкой, все совершенно нестандартное. Само собой увеличен диаметр клапанов. Причем серьезно увеличен, они взяты тоже от иномарки, от Форда, доработаны. Титановые, собственно, тарелки клапанов. Все каналы расширены, пропилены, сглажены, увеличены. Распредвал. Вот здесь самое интересное. Этот распредвал из СССР. Фаза 290, подъем небольшой, 10,5. И, по сути, это копия распредвала фирмы Шрик. Скорее всего, мы так думаем, потому что на нем ничего не было написано. Но самое главное, это не тот распредвал, который сейчас вам продают в тюнинговых магазинах. По сути, это все, что сделано с этим двигателем. Только доработана головка блока цилиндров. Ну и, естественно, еще сварен оригинальный выпускной коллектор. Я сюда перейду, а коллектор, естественно, с той стороны. Что еще здесь по силовому агрегату? Трансмиссия. Здесь установлен шестой ряд. Изменены передаточные числа. Первый, второй, третий передачи. Добавлена пятая передача. Задний редуктор 4.1 с самоблоком червячным. Все, что здесь находится под этой клапанной крышкой и все, что питает этот двигатель топливом и воздухом, вы могли поставить в Советском Союзе. Самое интересное, здесь сохранена контактная система зажигания. Это для всех тех, кто любит даже на стандартные моторы ставить бесконтактные, говоря, что все это пригорает, не работает и крайне нестабильно. Вот пример. Все здесь работает. Мотор крутится до 7000 оборотов. А вот то, как здесь доработаны тормоза, я думаю, в Советском Союзе вы бы этого не сделали. Ну, давайте, передние суппорты здесь сохранены стандартные, вазовские, а вот задние тормоза вместо оборонных теперь дисковые. Причем машинки здесь взяты от Хонды. Вакуумный осилитель тормозов взят от Шеви Нивы. Но если вы просто возьмете эту деталь и прикрутите ее на классику, у вас получится полная ерунда, потому что будет очень большой ход педалей, никакой чувствительности, никакой информативности. Поэтому вместе с этим здесь полностью переделан педальный узел. Изменен рычаг, кинематика самой педали. И в итоге, но я вам расскажу позже, как все это тормозит. И да, в основном заслуга того, что здесь действительно хороший мощный прихват, еще и тормозных колодок. Это спортивная серия HP Breaks. Причем они, само собой, не выпускаются для ВАЗ-2101, поэтому просто колодка была подогнана под эти размеры. Да, так тоже можно. И еще один метод тюнинга из прошлого – это колесные диски. Как вы можете видеть, их ширина заметно больше, чем стандартные. Но при этом выглядят они точно так же, как от самой единички, потому что это разварки. Ширина обода 6 дюймов, чтобы корректно работала шина шириной 185 мм. Держу пари, вы сейчас думаете, что же еще можно выжать из этого мотора 1200. Потому что, ну, все, что лежит на поверхности, доработка впуска, головки блока, выпуска, уже сделано в этом вишневом седании. Но, друзья, можно взять 1200 и просто применить абсолютно другой конструктив. Знаете, какой? Ну, конечно, знаете. Роторно-поршневой мотор ВАЗ-411. Да, друзья, эта тройка – настоящая догонялка, которой пользовались спецслужбы, чтобы у них просто не было конкурентов в советском транспортном потоке. Потому что очевидно, что стандартная единичка ничего не может поставить против 120 сил этого двухсекционного роторного двигателя. Но что, если против этой машины выставить вишневую единичку, ту самую с доработанным мотором? Сегодня мы, конечно, это сделаем, проведем все замеры. Но, вы знаете, здесь так много интересного, что, наверное, про ротор я вам подробно расскажу во второй серии этого рассказа. А сейчас давайте за мной в эту оранжевую единичку вспомним все. Ну, а перед тем, как мы узнаем эти интереснейшие цифры разгона в ВАЗовской классике от 0 до 100 км в час, я хочу сказать вам всем спасибо, потому что я почитал комментарии к прошлому видео, где многие из вас предлагали скинуться мне на новый телефон. Друзья, еще раз спасибо, но не надо, потому что тот телефон, он принадлежит этой BMW M235, и на нем вы можете смотреть только всю важную информацию. С моим телефоном все нормально, и здесь уже я открываю приложение Auto.ru, у меня здесь уже открыто ВАЗ-2101, чтобы оставить, да, вы правы, тот самый поиск в описании. Единичка – удивительный автомобиль, потому что самые дорогие машины пытаются продать по миллиону рублей, при этом самые дешевые стоят 10 тысяч. Но, если вы хотите, чтобы на машину можно было хотя бы приятно посмотреть, а еще лучше приятно поездить, то стоит готовиться все-таки, наверное, к 100 тысячам рублей. Именно за эту сумму был куплен этот рыжий седан. Я оставлю этот поиск в описании, обязательно переходите по ссылке, потому что каждый ваш клик помогает мне развивать канал, а это значит, что таких необычных и интересных сравнений здесь будет еще больше. Ну, а теперь ВАЗ-2101 и Дрэк Стрип. Что нового можно сказать про машину, которая сейчас справляет свое 50-летие? Да практически ничего, но можно по-особенному отметить эту дату, а именно выкатить ее на Дрэк Стрип, что я, собственно, сейчас и сделал. Согласитесь, интересно, сколько же в 50 лет эта машина тратит на то, чтобы разогнаться до 100 км в час. Да, ремешочек мы все-таки накинем, хотя он здесь не инерционный. Чуть-чуть сейчас подтянем. Вот так. Ну что же, рейсбокс у нас уже на стекле. Вторая с пробуксовкой. Есть, есть еще порох в фороховницах. Третья. 8,3 до 60. Давай, давай, малышка. Третья крутится почти до сотни. 23 секунды до 100 км в час, друзья. 23 секунды. Да, будь я менее аккуратен с этой почтенной особой. Уверен, что секундочки 3-4 можно было бы скостить, но, скорее всего, 3. Поэтому давайте сделаем небольшую поблажку. 20 секунд до сотни в 50 лет. По-моему, это вполне неплохо. И наверняка каждый из вас, вот буквально каждый, и ты, и ты, и да, и вы, и даже те 2% девушек, которые смотрят этот канал, все вы ездили на этих машинах. Поэтому сперва давайте 30 секунд тишины, чтобы каждый из вас вспомнил что-то особенное, что у вас связано с этими машинами. Повспоминали? Отлично. Ну, а теперь кратко все-таки я кое-что напомню. Самое главное, что мне в этой машине не нравится, это посадка. Потому что за рулем Жигулей сидеть людям, у которых рост превышает метр семьдесят, ну, практически невозможно. Посмотрите, как сильно у меня согнуты ноги. И это при том, что сидение я отодвинул практически до упора назад. Да, вот эта посадка в раскоряку надолго стала фирменным знаком Волжского автомобильного завода, потому что вплоть до 84-го года, когда в декабре были сделаны первые восьмерки, все Жигули заставляли тебя сидеть именно так. Но, конечно, нельзя не отметить, что, несмотря на эту посадку, эти автомобили своим появлением полностью изменили парадигму общения человека и автомобиля в Советском Союзе. Ведь до Жигулей как было? Ты для автомобиля. А эти машины сказали, нет, автомобиль для человека. И пускай мне гораздо больше нравится «Москвич-2140» и своей посадкой, и своим рулем, и даже некоторыми повадками, но чего греха таить, эта машина заметно надежнее, удобнее, просторнее, и печка здесь лучше. Но знаете, что в Жигулях в 2020-м самое удивительное? Я сегодня проехал на этой машине через всю Москву, и, как ни странно, она абсолютно не выбивается из современного транспортного потока. Вот такой очередной виток истории. Бесконечные камеры, каршеринг, масса такси, они настолько замедлили транспортный поток, что даже эта машинка с тщедушным моторчиком 1.2 вполне позволяет тебе разгоняться точно так же, как, не знаю, 540-я BMW в кузове G30 перед тобой. Просто быстрее никто не ездит. Но, правда, если попадется поворот... Нет, эта машина не для поворотов. Очень высокое усилие на руле, огромные крены, достаточно ленивые реакции, а потом оп, и доворачивает корма. Вот что диагональные покрышки неживотворящие делают. Очень-очень тяжелый руль, забыл я уже, как это было в свое время. Но вот лучшее, что есть в Жигулях с точки зрения водителя, это, конечно, отклики на педаль газа и механизм переключения передач. Шикарно просто заходит каждая ступень. Очень мне нравится этот маленький круглый набалдашник. Очень резко, быстро и точно откликается мотор на нажатие дросселя, с этим никаких проблем нет. А вот по управляемости, увы, да. Я даже не вижу смысла делать здесь какую-то змейку, потому что огромные крены, огромные запаздывания, значительный люфт рулевом, при том, что здесь с редуктором в целом все неплохо. Вообще, удивительно, конечно, мы с вами вроде как отмечаем 50-летний юбилей автомобиля, это значит, что у нас должен быть какой-то по-настоящему музейный экземпляр. Но посмотрите на улице, Жигули сейчас на каждом углу. Они переживают настоящую вторую молодость. Замерзшие озера стали для этих автомобилей настоящей криогенной камерой. Зимний дрифт вдохнул просто свежее морозное дыхание в эти машины. И, по-моему, это очень здорово. Кто бы мог подумать, что сначала эта машина научит водить наших дедушек, потом наших отцов, привьет им любовь к технике, а затем мы сами начнем раздавать на Жигулях. Это просто прекрасно. И если даже стандартные Жигули сейчас позволяют нам спокойно ездить в темпе современного потока, то тот вишневый седанчик с советским тюнингом, я уверен, немало нас с вами удивит. Пока мы едем на старт Дрэкстрипа, ну что же, делайте ваши ставки. Мотор здесь, напомню, 1200, но голова доработана. Сколько поедет до сотни? Запомню, стандартная машина тоже с мотором 1200 ехала 20 секунд. Сколько, думаете, 15, 12, наверняка самые оптимисты только скажут 10. Ну что, давайте попробуем. 8.2. 8.2 на Жигулях 1200. И динамика, я вам скажу, не особенно, то и падает даже сейчас, когда 150. Это точно Жигули? Это точно единичка? Какая-то фантастика настоящая. Я вот такие Жигули хочу. 8.2. И я вам больше скажу, это не самый лучший старт сегодня. Эта машина здесь выехала из 8 секунд. 7.9 ее лучший результат. Да, есть о чем поговорить. У меня сейчас полное ощущение, что я сел не в ВАЗ-2101, а, не знаю, в BMW M1 или 1M. Но что-то явно не из 60-х годов по конструкции. Потому что, не считая посадки, хотя и здесь кое-что улучшено, потому что кронштейны, педали здесь изменены. И вы можете видеть, что, если я посильнее вот так назад отодвинусь, то уже не настолько сильно у меня здесь колени согнуты, как это было в обычной единичке. Но во всем остальном, там я уже похвалил вроде как отклики на педаль газа, механизм переключения передач. Но здесь отклики острее в два раза просто. У меня полное ощущение, что там я ехал в каких-то огромных резиновых сапогах, а здесь я их скинул, надел тонкие кроссовки. Все настолько острее, настолько информативнее, настолько лучше, что мне, честно говоря, сложно в это поверить. Надеюсь, что через камеру я могу передать вам эти эмоции. Поверьте, эта машина действительно ломает любые шаблоны. Разгон фантастический. Тормоза – это просто отличная эффективность. При этом с чувствительностью никаких проблем. Ты на педали просто чувствуешь все, каждый буквально тормозной механизм. Управляемость, честно говоря, чуть-чуть проигрывает на фоне динамики и тормозов, потому что если там это просто что-то с чем-то, то управляемость попроще. На сухом асфальте. Что, от владельца машины поступило предложение сделать еще один старт. Восемь. Ровно. Я вам хочу показать стрелку спидометра, которая просто упала за щиток. Восемь. Ровно. До мотора 1200. MCGP, ты ждешь уже эту машину? Причем ничего фантастического по оборотам. Я переключался на 6500. И этого уже достаточно для такого суперрезультата. Вот вам и тюнинг из СССР. Мне кажется, что это та же история, что и с сексом. Как вырвана из контекста фраза про то, что в СССР секса нет. Сейчас она растиражирована, хотя совсем не про это там было сказано. Мне кажется, то же самое и с тюнингом. Ну, скажи любому, он подтвердит, в СССР тюнинга не было. Вот это решение, друзья. Это настоящая инженерия. А главное, какой потенциал оказался в этом моторе 1200. К сожалению, этот автомобиль еще не был на мощностном стенде. Но стабильный 8 секунд до сотни он едет постоянно 8.0. 7.9, 8.0. Какие еще нужны доказательства? Эта машинка действительно едет. И эти решения действительно работают. А главное, классная эластичность. Даже с 2-2,5 тысяч ты нажимаешь, уже что-то есть под педалью. Очень приятный разгон, очень приятный подхват. Фантастика. Честно говоря, у меня настолько переполняют эмоции, что сложно даже как-то подобрать слова. Потому что, ну, я никак не мог ожидать, что Жигули дадут мне столько классных ощущений. Да, я бы еще поправил здесь посадку, переделал кронштейны этого кресла. Но к тормозам, ну, это просто идеал. Вот если на вашей машине нет АБС, и вы не знаете, как они должны работать, вот так они должны работать. Это просто фантастика. Знаете, по усилию, по чистоте никаких проблем. Да, здесь около нуля есть пустота, но так здесь ничего с колесами и не происходит. Зато стоит появиться боковой силе, и вот, вот уже машинка едет по дуге с отличным реактивным действием. Балансик такой. Чуть-чуть. На жопку. Веселый, веселый характер у машинки. Чуть подбросил газ, сразу мягко встает скольжение. Очень-очень фановая машина получилась. А главное, только представьте, сколько новых иномарок она может удивить разгоном со светофора. А этой машине, напомню, 50 лет. Значит ли это, что даже через 50 лет, после того, как был выпущен первый такой автомобиль, ВАЗ-2101, ну да, в данном случае у нас 11-я, все еще сохраняет некую актуальность для нас петралхедов. Как бы странно это не звучало, но в некоторых узких дисциплинах так оно и есть, друзья. Так оно и есть. Да, построить хорошие Жигули на самом деле непросто. Вовсе не стоит думать, что можно взять цветные железки, прикрутить их к машине и вот каждая поедет вот так. И будет 8 секунд до сотни выезжать или быть такой хорошей на торможении. Нет, сейчас постройка Жигулей хороших, это такой творческий процесс, на самом деле не всегда предсказуемым результатом. Но то, что эти машины могут ехать хорошо и могут быть достаточно приятными, вот живой пример. Могут. Могут.